Греем щелочь в стеклянной пробирке. Но это у вас, значит, то, что она кипит, это, скорее всего, у вас щелочь наглоталась с воды, то есть у вас кристаллогидрат. Держи руку так, чтобы я с ней пробирал, чтобы тебе щелочь не выглядела снаружи. Вот, вопрос, что с ней будет. Да, это у нас все, значит, щелочь у нас, кристаллогидрат. Продолжать? Да, продолжай, только давай мы его вот так вот наклоним, чтобы эта вода не стекала обратно. Значит, греем. Стекло со щелочью. Тут в некоторые сорта стекла даже просто дырявятся при таком раскладе. То есть если там много... А все, перестало что-то происходить. А это погрей, вот, кажется, сейчас будет самое интересное, грей. Вот сейчас как раз грей, когда там грей до желтизны прямо вот. Точку? Да, одну точку грей. Вот видите, опять пошла выделяться вода, это уже щелочь реагирует с оксидом кремния. Почему она уже не лопнет? Потому что она уже потекла. Потому что у вас сейчас щелочь вплавляется в стекло, а когда щелочь вплавляется в стекло, то там уже у стекла меняется состав. Вот видите, кипит вода, да? Соединение. Кипит, соответственно, вот то, что кипит вода, это значит, что у вас уже сейчас выделяется вода при реакции щелочи с оксидом кремния. И вот посмотрите, как у вас... А, ну все, вы уже продырявили пробирочку. Вы превратили пробирку, товарищи, в силикат натрия. А где дырка? А вот. Только руками не трогай пока. Сбоку посмотрите. Да. Значит, вы превратили пробирку в силикат натрия. Вот просто вот здесь надо.